Стояк проржавел и капает. На каждодневные телефонные звонки в ЖЭО уже не отвечают. В очередной раз сказали, сварка будет до конца недели, ждите. Приходил слесарь, осмотрел стояк. И больше никаких действий. Сама Ольга Витальевна до управляющей компании ПТС-сервис дойти не может. Она инвалид первой группы. Соседи интересуются, что будет делать, если затопит кипятком нижние этажи. Пенсионерка в сердцах заявляет, уже готова заплатить за ремонт кому угодно. Лишь бы не вздрагивать по ночам из-за страха. Соседа, он бывший слесарь, сантехник. Он вот что-то здесь делал. Я расплакалась. И он мне взял и сделал. Я хоть стала спать. Хомут на стояке – временная мера. Рано или поздно его придется менять. Ольга Фадеева продолжает надеяться на коммунальщиков. Справиться самостоятельно с проблемой она не может. Мы позвонили в ЖЭУ номер 3, управляющую компанией ПТС-сервис. Узнать, сколько еще пенсионерки ждать сварщиков. И на наш звонок трубку долго не хотели брать. После того, как мы представились, получили следующий ответ. Я не буду сейчас с вами в этом разговаривать. Я передам нащельнику. Лен, опять то же самое. Лен, а что я не буду ей говорить? Я ее не за телефон, не могу представить, а кем хочешь. Спасибо. До свидания. Анастасия Зубарева, Мурат Гасанов, ГИС События.